Шаббат шалом всем! Рад вас всех приветствовать в новом здании. Акустика тут немножко другая, надо будет привыкать. Нынешняя недельная глава ТЦВ, буквально переводится «повели» или «прикажи», в двух словах я хотел бы сказать, что нынешняя недельная глава является одной из пяти глав Торы, которые непосредственно нам рассказывают о Скинии. И, как вы знаете, цель строительства Скинии со слов самого Всевышнего и построит мне святилище, и буду обитать среди них или обитать в них. То есть Бог желает обитать среди своего народа в каждом из нас, но для того, чтобы это стало возможным, с нашей стороны необходимо что-то сделать. И, собственно говоря, вот эти вот пять глав, которые начинаются с Трума, потом ТЦВ, Ки-ТЦ и следующие. Короче, вот начиная с главы Трума, вот пять глав, они повествуют о Скинии. Первые две главы Трума и ТЦВ — это непосредственно разговор Всевышнего с Маше на горе Синай, то есть вот если вы обратите внимание, собственно, все начинается с того, что Маше взошел на гору, и там нам рассказывается о том, что Маше выслушивал от Всевышнего все подробности, связанные со строительством Скинии. Это вот две главы Трума и ТЦВ. И интересно то, что вот в первой главе Трума, где говорится о добровольных приношениях и о некоторых элементах Скинии, упоминается только имя Маше и ни разу не упоминается имя Орона даже там, где оно, в принципе, по логике должно быть. С другой стороны, глава, нынешняя глава ТЦВ — это вообще единственная глава, где не упоминается вообще имя Маше, вот в этом промежутке, связанном со Скинии. И это нас наводит на интересные размышления, о которых, в принципе, можете узнать, придя к нам на разбор Торы. Кому это интересно, вот более углубленные подробности, можете подойти после служения, я расскажу, где и когда. Здесь мы затронем только поверхностные моменты. Значит, интересный момент. ТЦВ — и повели сынам Исраилевым, чтобы они доставляли тебе Илей чистый. Смотрите, глава Трума начинается с того, что Бог говорит, чтобы сыны Израилевы по расположению сердца приносили что-то для строительства Скинии. То есть, скажем так, все, из чего состояла Скиния, оно было принесено добровольно. И Маше получил повеление принимать только у тех, кто приносит это по расположению сердца. Собственно, идея доброхотно дающего «Любит Бог», я думаю, отсюда также выросла. Отсюда она, здесь, скажем так, она имеет свои корни. И это очень интересно, потому что оказывается, что Богу нужно что-то, чтобы мы приносили по доброй воле. Но есть моменты, которые Он оставляет несколько в другом состоянии. «Ты же повели сынам Израилевым, чтобы они доставляли тебе Илей чистый». То есть, здесь уже речь идет не о добровольных приношениях, а о приказе. То есть, израильтяне обязаны были приносить какие-то вещи, какие-то материалы для того, чтобы поддерживать служение в Скинии. И здесь интересная идея. Значит, вот если бы, скажем, создавалось что-то монументальное такое, грандиозное, вот как сама Скиния, то, собственно, людям несложно что-то принести, чтобы там было запечатлено их имя. Понимаете? Значит, ну, то есть, как бы, это просто на века. Там, скажем, висит табличка, кто пожертвовал на это строительство. И, как бы, человек знает, что он зафиксировал, запечатлел свое имя в истории. Но есть моменты, которые связаны с обычной жизнью. Вот, кстати, вопрос. Туалетная бумага в общине? Вот если кто-то принесет рулон туалетной бумаги и положит ее, об этом кто-то узнает? Ну, да, подписать каждый листочек. Ну, и смотрите, здесь говорится о том, чтобы приносили, так сказать, расходные материалы. То есть то, что каждый день расходуется, и, собственно, ты на этом не поставишь подпись, что это принес я. То есть, как бы, человек запечатлеть свою славу в этом не может, свое участие в этом не может. И в этом отношении Бог говорит «прикажи». То есть там, где человек может зафиксировать свое участие, Бог говорит «по доброму расположению сердца». А там, где он не может зафиксировать свое участие, там говорится, что человек обязан это делать. Как бы, если мы это перенесем на наше время, на наш, скажем так, временной пласт, то, скажем, вот, ну, в нашей жизни тоже есть моменты, где мы можем созидать что-то фундаментальное, а есть моменты, которые являются, собственно, какими-то текущими, пробегающими, и наше участие никто не может зафиксировать. Но интересный момент, что если мы не будем исполнять этот приказ, если мы не будем участвовать в жизни общины, ну, так, чтобы об этом никто не знал, понимаете, то есть это, как бы, тайное, неявное участие, то тогда, как бы, и функционировать община не может. То есть работа с Кинни, это не просто, ну, скажем так, Бог говорит «построят мне святилищ и буду обитать среди них». Это не значит просто построить, ее нужно было запустить, чтобы она работала. И вот именно в отношении того, чтобы она работала, необходимо было участие каждого еврея, и не добровольно, а, собственно говоря, обязаны были участвовать в этом. И только тогда с Кинни функционировала, и только тогда выполнялись условия, благодаря которым Всевышний мог обитать среди своего народа. И, вы знаете, я вот много размышлял на тему того, что, ну, почему Бог тогда вот так грандиозно себя проявлял, почему во времена апостольские Бог себя проявлял, ну, очень сильно, очень явно, почему сейчас это происходит не так часто и, ну, не так, как нам хотелось бы. Я думаю, что тут уместно все-таки задать себе вопрос, а насколько мы действительно, вот, каждый из нас участвуем вот в жизни общины, вот настолько, насколько мы можем и по доброму желанию, и по осознанию необходимости. Потому что, ну, вот, я, будучи частью своей небольшой семьи, я, жена, дочь, я понимаю, что есть вещи, которые я делаю с радостью и хочу, есть вещи, которые я обязан делать. И вот, вы знаете, Писание нас в некоторых местах называет детьми Божьими, а в некоторых местах называет рабами Божьими. И это указывает на то, что действительно в нашей жизни присутствуют вещи, которые мы делаем с радостью, с расположением, как сыны, а есть вещи, которые мы должны делать, потому что мы рабы Божьи, и мы не принадлежим себе. И об этом еще тоже пару слов. Значит, когда мы видим посвящение Аарона и его сыновей, там звучат такие слова «ты же приблизь Аарона к себе». То есть Маше должен приблизить Аарона к себе, и они должны были сделать одежды, совершить обряд посвящения, который длился целую неделю. И интересно, что, собственно, вот как посвящали священников, таким же образом посвящали и все сосуды, и все, что в Скинии. И как бы напрашивается такой интересный вывод, что священники, участвующие в богослужении в Скинии, будучи одеты в очень яркие праздничные одежды, они, собственно говоря, представляли собою живые сосуды в храме. То есть каждый из них утрачивал свою личность, и он становился частью утвари шатра соборного, частью Скинии. И, собственно говоря, это указывает на то, что в некоторых случаях Бог действительно от нас ожидает стопроцентного повеления без вопросов, без сомнений. Но те же священники, когда они выходили за пределы Скинии и продолжали свое служение уже в среде народа, они снимали праздничные одежды, они ходили в обычных одеждах, но тогда они уже выступали как личности, они выносили судебные решения, они учили народ Слову Божию. То есть отсюда мы можем увидеть, что... Есть ситуации, ну не ситуации, это, собственно, обычный ход нашей жизни, когда мы должны прийти к Богу в поклонении, получить от Него Слово, и, собственно говоря, от нас здесь не зависит ничего. Мы просто сосуды, которые Он наполняет. Но когда мы выходим из Скинии, скажем так, когда мы выходим из собрания и проводим свою обычную жизнь, вот мы как наполненные сосуды, мы уже как личности должны делиться тем содержимым, которым Всевышний наполнил каждого из нас. Я хочу вам напомнить некоторые места из Нового Завета, в частности, 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». То есть этот отрывок таки утверждает, что мы не свои, мы себе не принадлежим, мы полностью Божьи, и мы должны всем тем, чем Он нас наделил, служить Господу. И еще один момент. 1 Петра, 2 глава, 4-5 стих. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». То есть это важные моменты, которые нам нужно учесть, что если мы священники, то мы не принадлежим себе, то мы являемся подвижной, живой утварью того храма, которым является Ишуа Мессия. И мы должны быть послушны Ему, и в то же самое время мы должны быть готовы всякий раз, когда Он нас наполняет своим словом, идти и этим словом делиться. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.